Меня зовут Ольга Журавлёва, у нас в гостях журналист Михаил Фишман. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Алексей Люкаев сказал, что ему стало весело, когда прокурор попросил для него 10 лет колонии. Как вы считаете, на самом деле, о каком приговоре может идти речь? И какой смысл в этом приговоре? Я не знаю, если бы я знал, было бы здорово, но я не знаю. Но это звучит очень мрачно и тяжело, 10 лет потребованных. У нас, собственно, я не знаю таких прецедентов, когда у нас после того, как прокуратура просит 10 лет обвинения, суд или оправдывает в таких важных резонансных делах, или отдает условно. Условно 10 лет тоже как-то звучит плохо, то есть это странная конструкция 10 лет условно. Поэтому это очень серьезная заявка, и это снова поднимает вопросы о том, что такое дело Улюкаева изначально. Потому что мы последние пару месяцев, три, наблюдаем за этим процессом, чрезвычайно увлекательным, потому что он вдруг превратился в такой открытый состязательный процесс. Пожалуйста, как будто у нас в стране правосудия есть. За существом только одного свидетеля, скажем так. На самом деле двух, на самом деле двух свидетелей нет. Но тем не менее, у нас есть, мы прямо наблюдаем в прямом эфире, как обвинения борются с защитой, есть суд, вызывают важных чиновников и вообще очень больших людей. Свидетелями действительно они потом, правда, не приходят. И это очень похоже на то, как мы, в принципе, себе мыслим, состязательное правосудие, которое мы не видим вообще. А тут вдруг увидели по каким-то политическим причинам. И эти два месяца мы действительно наблюдали за тем, как Игорь Сечин проигрывал это состязание, эту политическую кампанию. А почему он проигрывал, как вам кажется? Что значит проигрывал? То, что он не явился, это его проигрыш? Нет, это как раз его, скорее, победа. А то, что его вызывали, то, что все это, то, что суд был открыт с самого начала. Ну, мы это много раз уже обсуждали в этой студии, это наверняка много раз уже обсуждалось. То есть, показания его свидетелей, показания Феоктистова, но они, правда, были в закрытом режиме, но тем не менее. И все это, в конце концов, поскольку все это становилось... Главный факт, что это все становилось состоянием общественности. Вот эти вот знаменитые два пальца, как два миллиона долларов за бильярдным столом и так далее. И, конечно, это все было полностью Сечином проиграно. Причем сам факт вызова в суд был принципиален, потому что, как куда ни поверни, Сечин оказывался в тяжелой ситуации. Если он придет на суд, то это вообще что-то такое? Это что, значит, у нас такие люди, как Сечин, значит, показания дают в судах? Это что же у нас творится-то в стране? Это невозможно для Сечина с его представлением о его статусе. А если он не приходит, то, как мы знаем, в итоге не только его личных показаний нет, но и его письменные показания тоже изъяты из процесса. То есть они не учитываются. Вот обвинение сегодня на них не опиралось, когда зачитывало. А только там показания феоктистов теперь ключевые. То есть это главный свидетель, главный инициатор всего процесса. А из него полностью выключено, что это, конечно, поражение огромное, аппаратное. Это то, как развивались события вот этой осени. Но они совсем не так начинались. Когда год назад, 16 ноября, да, кажется, 16-го года, Увлекаева арестовывали, и когда мы пытались понять, что это означает, когда первый арест такого масштаба, такого высокопоставленного чиновника, министра в Новой России, ну, там было что-то связано с путчем, но это другая история. А здесь по обвинениям в коррупции, во взяточничестве, то мы, конечно, сразу пришли к выводу о том, что так просто такие вещи не делаются. И что это не может быть частной инициативой Сечина. И что и тогда, я помню, я сам об этом писал, со ссылками, естественно, источники, с которыми мы разговаривали, что это не просто санкция Путина, а в некотором смысле его установка. Что это идет не... То есть, нам трудно оценить, от кого конкретно исходит инициатива, но все в целом, Улюкаевский процесс, это, конечно, такой политический ход Путина, у которого есть конкретная цель, а именно, если называть вещи своими именами, не суйтесь куда вам не нужно, сигнал элитам. — Ничего себе такой сигнал, прям сирена такая. — Ну, да, сильный, мощный сигнал. И это то, как мы понимали это дело в самом начале. Будете смотреть дальше, что происходит с историями типа приватизации Роснефти, Башнефти, такого рода очень важных финансовых сделок. Ну, вот могут происходить такие вещи. Может быть, лучше чем-то другим заняться в жизни. Примерно так мы тогда понимали. А Сечин в этом контексте — это такая некая эманация, на самом деле, Владимира Путина, его такое альтер-эго, такой аватар, который этого имени действует, значит, вот в этом публичном поле. Потом мы решили, что мы ошиблись. Потому что если Сечин аватар и альтер-эго, то аватар и альтер-эго с ними так не обращаются в судах. Такого быть не может. Я уже возвращаюсь уже в нынешний момент, в последние два месяца, то, что происходило с Сечином. Три, сколько там это продолжалось. Потому что, очевидно, как минимум у суда была возможность так себя по отношению к Сечину вести. Но мы все знаем, соответственно, про то, как у прокуратуры большие аппаратные склоки со Следственным комитетом ФСБ исторически, еще со времен разделения их на две разные структуры, и все это начало играть, работать. Потому что Сечин, конечно, он не просто глава государственной компании, самый крупный. Он еще, его имя тесно связано с силовиками, исторически так, еще там с дела Ходорковского, если угодно. И вот, пожалуйста. И тогда мы стали переосмысливать как-то, что мы видим перед собой, что это такое. Оказывается, теперь мы видим, что нет. Вот Сечину тоже дали немного по рукам, похоже на то, что не дают ему развернуться. То есть, силовики не... Это еще не абсолют. Ну, мы, опять-таки, мы понимаем, что открыть суд можно только с санкцией высшего лица. Ну и так далее. Я просто перечисляю все наши размышления, их было много за это время. А теперь, пожалуйста, 10 лет, которые просят. Мы еще не знаем, какое будет, соответственно, что будет за решение суда. И я, опять-таки, это просто гипотеза, поскольку в этом очень трудно разобраться, не имея никакой информации. Но что если... А что если мы были правы тогда и сейчас? Вот что я начинаю думать. Что на самом деле Улюкаев изначально жертва. И он был выбран таковым. И его в этом смысле судьба была предрешена еще, может быть, тогда. Это не означает, что он сядет обязательно, между прочим. А если сядет он надолго, или, может быть, будет зачтен срок домашнего ареста и каким-то образом там получит. Но, тем не менее, его игра уже была сыграна к 16 ноября 2016 года. А дальше уже параллельно решалась проблема слишком большого самомнения, если угодно, политического и аппаратного Игоря Сечина. И ему тоже досталось в результате. В этом смысле каким-то образом, вот с точки зрения нашего высшего руководства, был соблюден некий аппаратный баланс. Да. Но просто то, что мы начали думать, что, о, так, может быть, Улюкаев сейчас еще и выйдет отсюда вообще сухой из воды и еще даже победителем, совершенно не обязательно это так. Собственно, вот это я и хотел сказать. Ну, так или иначе, наш вечный припев Путин опять всех переиграл, даже если это его было. Кого всех, Сечина и Улюкаева? Ну, их-то уж точно. Ему это несложно сделать. Ну, хорошо. Есть и другие варианты посмотреть на присутствие руки Путина в разных других новостях. Есть, кстати, и другие судебные процессы, которые нас тоже весьма занимают. У нас, заканчивая, может быть, тему с судами, ну, во-первых, мы вот сейчас в перерыве заговорили о том, что, несмотря на такой вот образцовый, вроде бы, показательный, открытый процесс, мы не устаем видеть какие-то чрезвычайные дырки во всем, и в доказательствах, и в свидетельствах, и во всем остальном. А этот вот как-то может измениться, потому что и в деле Серебренникова тоже мы сегодня видим какие-то удивительные совершенно заявления там о том, что на самом деле никто не давал показаний, на которые ссылался и так далее. Что касается Улюкаева, то, ну, во-первых, есть факт неприхода Сечина в суд, с чем суд смирился сам. Но даже не на это я бы обратил внимание, а на то, на что сегодня обращала внимание защита Улюкаева, а где, собственно, Костин. Это то, что звучало сегодня в суде. Значит, нам дают главную сцену, вот они играют в бильярд, Улюкаев показывает ему, что вот два миллиона хочу, и там присутствует Костин. Свидетель. Свидетель, да. Там еще есть корреспондент Life News, и вот он допрошен в качестве свидетеля. А Костин даже не вызывает никто. Как же так? Почему этого не... И на это защита обращает внимание. Это, конечно, дырка в процессе, куда он подевался, почему он вообще... Вообще очень много дырок, там даже истории вот с этим вот непонятно, кто дает вдруг огромные деньги, даже не зная для чего. Нет, но это дырка, я имею в виду с точки зрения процессуальной. Дальше суд там может разберется и сравнит показания Феоктистова с показаниями Улюкаева самого и его защиты. Вы прям верите, что суд разберется? Нет, я это, я говорю формально, формально говоря. Я, мы, конечно, когда дело доходит до приговора по таким делам, мы все-таки еще не зашли так далеко. Несмотря на всю увлекательность и открытость этого процесса, совершенно внезапную, неожиданную, нам подаренную конфликтом аппаратным в верхах, мы все-таки представить себе, что суд будет просто руководствоваться своими представлениями о справедливости, довольно трудно, к сожалению. Ну, по поводу дела Серебренникова тоже, наверное, ничего нового. Хотя вот вы буквально недавно с Дмитрием Анатольевичем беседовали, и все как-то так с легкой надеждой вчитывали в слова Медведева о том, что вообще-то там действительно есть некоторые проблемы вот с финансированием, там какие-то правила у нас не очень правильные, что-то там действительно есть кое-какие трудности, но судя по тому, как идет процесс по делу Серебренникова, то, что говорит Дмитрий Анатольевич, не имеет никакого значения. Честно говоря, меня ответ Дмитрия Анатольевичем Медведевым очень расстроил. Я не знаю, кто нашел какие-то основания оптимистические в его ответе, я не нашел никаких. Если вы помните его ответ на мой вопрос, то он сначала довольно долго говорил про то, что, да, надо правила менять, 44-й закон, закупки, декорации, реквизит и так далее, с этим нужно как-то разбираться, но это все слова, это как бы никому не важно. Важно, что будет с этим конкретным делом. А по этому поводу он сказал, что в двух словах, если не изменяет правительство, будем надеяться, суд и следствие разберутся. Ну, они всегда так говорят, да, ничего нового в этом смысле. Ну, так здесь, где он даже намека нет на то, что он вступился каким-то образом хотя бы за Серебренникова и седьмую студию и проект-платформу, которая с его, между прочим, подачей, мы напомним, и начиналась в 2011 году, ни намека на это нет. При этом у меня нет внутренних сомнений, ну, я могу ошибаться, я не знаю, но что это не Медведевская история, не он ее начинал, этот судебный процесс, не он стоит за этим всем делом, и, скорее, при прочих равных, он, конечно, сочувствует этим ребятам. И Серебренникову, и Апфельбаум, у него в правительстве работал, ну, хорошо, руководительный департамент. Ну, не у него, у него, наверное, тоже, кстати, когда он уже вернулся обратно в премьеру, по-моему, они наверняка пересеклись, так или иначе, Малобродский и так далее. Ну, ситуация тяжела настолько, и он это понимает, что он не может даже позволить себе даже намека на то, что здесь может быть какая-то несправедливость. Дело резонансное, будем смотреть, это все, что он может себе позволить сказать. И это очень тяжелый сигнал, очень плохой, который я тогда отчетливо совершенно получил, не знаю, кто мог прочитать что-то оптимистичное в том, что он говорит, и мы сегодня увидели этому подтверждение. Когда вот сейчас часто сравнивают разные дела большие, ну, в том числе Улюкаева, например, с делом Ходорковского, или процесс иск к системе тоже сравнивают. Мне кажется, что вот лучший аналог дела Ходорковского, это сейчас это дело Серебренникова. Это понимание четко у всех вокруг, что есть жесткая репрессивная воля, приказ, по которому это дело развивается. И после этого неважно ничего, не играет роли ничто совсем. То есть, и вот эта степень совсем, стопроцентная ее степень, она равна в этом смысле делу Ходорковского. То есть, как там было совершенно неважно, что говорят адвокаты, какие они предъявляют аргументы, что говорят подсудимые, что говорят свидетели. Послушайте, ну... Как тогда это было неважно никому из тех, кто принимал решение. Это никак не учитывалось в суде. Была равна нулю учитываемость этих аргументов. То же самое, ровно то же самое мы наблюдаем сейчас. Абсолютно то же самое. То есть, Серебренников, простите, личный враг Путина? Кто-то хочет завладеть всем заработанным капиталом моральным и художественным седьмой студией? Я не знаю. Я не знаю. Дальше мы начинаем гадать. Мы видим, как это развивается, и это развивается ровно так. И это очень... Это к огромному сожалению. Очень жалко Серебренникова, очень жалко Апфельбаума. Ужасно жалко Малобродского, который просто сидит в тюрьме уже полгода и будет сидеть дальше, очевидно. Значит, сегодня ему снова сохранили меры пресечения. Несмотря ни на что. То есть, там вот вагон аргументов. С какой стати вообще? Что это все происходит? Это не имеет, по-прежнему, никакого отношения. Но мы не будем сейчас разбирать в деталях. Это все желающие могут сделать. Это Медузи в последнее время делается очень хорошо. Десятки людей ходят на эти процессы и просто приводят, сканируют целиком, расшифровывают полностью все, что говорит защита всех обвиняемых по этому делу. Мы все эти аргументы слышим вместе с ними. И тоже вместе с ними разводим руками. Почему? По кочану. Вот, собственно, ответ. И он очень громко звучит. Ясно, что это происходит. И, опять-таки, ответ Медведева мне, он попадает, он в эту логику вписывается прекрасно. Медведев в курсе, что это дело серьезное, важное, в которое лезть не надо. И он не лезет. Даже он не лезет. Он вроде у нас не последний человек в стране. Но он не лезет. По этому поводу тоже хотелось как-то ваше мнение. Это значит, грубо говоря, в переводе на русский язык, это значит, что Владимир Путин сказал прекратить истерику. Мы это вот, как мы это слышали с Ходорковским, вот сейчас это тоже прозвучало. Просто это прозвучало не на камере, как тогда, но как-то прозвучало так, что все услышали. А как вся вот эта вот прекрасная судебная практика связана с грядущим новым электоральным циклом? Перед выборами надо же вроде бы делать всем приятно, а всем делают страшно. В этом есть какая-то логика по-вашему? А кто сказал, что всем страшно, что надо всем делать приятно? Я не знаю, почему. Ну как, ну обычно, вот пообещать за первого ребенка выплачивать до полутора лет по 10 тысяч. Одно другому не мешает. Одно другому не мешает. А как общество посмотрит на дело Серебренникова, и когда ему будут про него рассказывать по телевизору? Ну, это вопрос. Что, оно будет сочувствовать Серебренникову? Нет, не будет, конечно. Ну, мне кажется, просто не сочувствовать министру, губернатору, мэру, это очевидно. Дыма без огня не бывает. История с каким-то роялем в каких-то кустах, мне кажется, это не очень логично. Так, как это расскажут по телевизору, по тем самым центральным телеканалам, дыма без огня не бывает. У меня был разговор недавно с одним моим знакомым, который... Там, между прочим, чиновник-то есть в этом деле. А чиновников тоже, ведь просто так же не будут за ними приходить, значит, там разберутся. У меня был недавно разговор с одним своим знакомым, одноклассником, который начался с того, что он что-то написал у себя в Фейсбуке про Сандармох. Там, где он знает, в массовой могиле лежит его дед, кажется, расстрелянный в 1937 году. И что вот, собственно, вот нам глав... вот то, как у нас правосудие работало в стране. Ну и сейчас... и он же аплодирует... как раз тогда, по-моему, Софья Апфельбаума была помещена под домашний арест. И он же аплодирует аресту домашнему Софью Апфельбауму. Я бы спрашиваю, ну как же так? Ну почему? Откуда эта вера, что сейчас это объективная правосудие? Ну как почему? Потому что дыма без огня не бывает. И одно другому почему-то, одно другим в голове... Да, у нас правосудие... если немножко продолжить этот разговор, тогда выяснится, что у нас правосудия в стране, конечно, нету. Мы доверять судам полностью не можем, потому что не знаем, мало ли что. Доверять им трудно. Но власти разберутся. Короче, там наверху разберутся. И с одной стороны, как вот у людей укладывается в голове, что вот власти уже разбирались тогда в 30-х годах, и к чему это привело. Может быть, дедушка действительно был в чем-то виноват. Анекдот рассказал. Ну, я такого не слышал. У нас, по-моему, так... Если не изменять память, что-то похожее сказал Церетели некоторое время назад. Да, да, да. В этом разговоре это не звучало. Но, тем не менее, вот просто вот так вот люди думают. Одно другому не мешает. Поэтому никакого сочувствия, если понадобится, серебрянику не будет. Если понадобится, то будет, только оно не понадобится, мы уже понимаем. Хорошо, а сочувствие усилиям властей, которые борются с коррупцией, должно воспоследовать? Вот Путин какой молодец, не пожалел своего Улюкаева. Всех к ногтю. Так должно работать? — Думаю, что отчасти да. Отчасти да. Но мы не знаем пока. Там же все-таки с Улюкаевым история непростая. Потому что в этом смысле у Путина есть ограничения. Если Улюкаев получит реальный приговор, реальный срок, поедет в тюрьму, он сейчас дома у себя живет. — А ему там чуть ли не колония строгого режима светит? — Ну, естественно. Ему под обвинение просят 10 лет строгого режима. То это снимает с Улюкаева все обязательства перед системой. Мало ли что он расскажет. — Ну, а мало ли что он там будет рассказывать, сидя в своей колонии строгого режима. — Ну, не знаю. Можно и так рассуждать. Возможно, такая мысль тоже есть. Тут нам уже трудно сейчас судить. — Мы с вами все подбираемся к выборам. Сегодня появились некоторые цифры очень предварительных прикидок. В частности, четверть россиян на сегодняшний день готовы на президентских выборах проголосовать за оппонентов Путина. Это опрос, проведенный холдингом «Рамир» по заказу фонда «Петербургская политика». Сюрприз. 25% — это довольно прилично оппонентов. Давайте подумаем об этом. — Мы немножко о статистике по выборам. Появляются кое-какие сведения. В частности, что по одному из опросов четверть россиян на сегодняшний день готовы на президентских выборах голосовать, ну, грубо говоря, против Путина. За оппонентов. Мы не знаем, кто это. Жириновский или Собчак. При этом Левада-центр говорит, что за Путина готовы проголосовать 53%, и при этом всего 58% вообще определились, что они собираются идти на выборы. Так или иначе. Скажите, пожалуйста, это что-то необычное в состоянии общества или, в общем, обращать внимание не на что? С одной стороны, смотришь на выступления Навального по городам и поражаешься, когда камера пошире берет. В общем, много народу. Люди ходят. Хотя это вроде бы страшно, запретно. Это статистически нам мало что дает. Все равно, я так понимаю, что Леву Левады Навальный имеет 2% сегодня, что, кстати, не так плохо, на самом деле, для, еще раз, политика, которая абсолютно полностью выключена из информационной картины официальной, это очень достойный результат. То есть, это то, что он сделал сам, это то, это благодаря интернету произошло, это благодаря его собственным усилиям, это вызывает большое уважение. Ему-то дорожку не стерлят ковровую на этих выборах, как мы знаем. В остальном, по-моему, из этих цифр Левады, мне кажется, что, да, переживать Кремлю особо не о чем. Путин и так не переживает в любом случае, это не его царское дело думать, как он наберет свои 70% или сколько ему там положено. Это вот Сергей Кириенко, у него должна голова болеть по этому поводу. Ну, и у нас это действительно первые такие выборы за долгое время, когда у нас нет, когда у нас выборы проходят без войны, без такие немилитаризованные выборы, если угодно. Как это, как это, объясните. Что значит без войны? В 2012 году был враг, которого нужно было, помните, это не отдадим Москву, Путин говорил, выступая в Ложниках, кому он ее собирается не отдавать, не собирался тогда в 2012 году. Тем, кто на Болотной площади вышел, вот кому он ее, вот против кого он объединялся вместе со всем российским народом. И тогда это была его кампания. Он, собственно, начинал ее примерно так же, как он ведет нынешнюю, то есть вот буду сидеть, ничего не будет происходить, просто все будет хорошо, а я буду просто сидеть у власти. Но это внезапно изменилось, неожиданно совершенно для него, когда после рокировки у него упал рейтинг, единая Россия проиграла выборы фальсификации, ну и дальше вы знаете. И тогда он сначала был шокирован, растерялся, а потом собрал волю в кулак и объявил, значит, войну. И вся его кампания президентская была посвящена тому, как мы сметем с лица земли русской вот этих вот интеллигентов с Болотной площади. Теперь другая ситуация, теперь сметать больше некого, нет такого врага, при том, что да, есть крайне недружественный в целом Запад, но по-прежнему не будет ни острой ситуации, там, будь то Украина, Крым, Сирия и так далее. Сейчас эти козыри Путин выкладывать не собирается, по крайней мере на данном этапе. Сейчас у нас с начала сентября у нас идет вот такая подготовка к такому прорыву по ходу вперед в будущее. Вот туда вот Путин нас ведет туда в будущее, которое будет выглядеть примерно как вот Москва после реновации. То есть все такое чистенькое, новые трамваи ездят, блестит, фонари работают хорошо, везде порядок. Вот это такое будущее России, в которое, значит, Путин нас ведет уверенной рукой. Вот смысл ее. Эту схему никто не может поломать. А кто? Ну, не знаю. Нет, вопрос в том, насколько она эффективна, потому что она довольно все равно скучная в целом, потому что это, в принципе, не очень весело. В этом главная проблема, проблема изначально Кириенко в этой кампании, что здесь нету, никакой драмы нету. Ну, вот придумали Собчак. Собчак еще, бабушка на двое сказала, насколько это помогает Путину или мешает, да, это вопрос открытый. Потому что, с одной стороны, да, создает вокруг выборов ощущение движения и притягивает, в том числе и противников Собчак на выборы. Мы пойдем, потому что они говорят, мы пойдем голосовать, чтобы ей меньше досталось. То есть за Путина. Даже такой эффект там есть, с одной стороны. А с другой стороны, она в эту размеренную, бессмысленную картину Путин против Резюганова, Жириновского, Явлинского и так далее. То есть всех, вот эта вот статичная картина несменяемости власти, которую выборы должны подтвердить, она ее нарушает просто самим фактом своего существования, потому что она действительно довольно бодрая в этом смысле женщина. И вопрос, что Путину выгоднее, открыт на самом деле. Ну, они там как-то, вот они решили видеть, соответственно, прогрессивный ответ в Кремлевской администрации на этот вопрос будет, что выгоднее, чтобы была Собчак. А реакционный ответ будет звучать наоборот. Нам Собчак не нужна, и тогда не надо ее регистрировать кандидатом. Из остальных, конечно, никто вот эту картину блестящего царствования нарушить не в состоянии в принципе. А можно Навального допустить? Ну, можно, если нужно. Уже принято, ну, все что угодно можно. Можно вообще на выборы не ходить. Я не знаю, в этом смысле вариантов довольно много. Ну, хорошо. Значит, вы считаете, что будет работать все в том же спокойном стиле? Я хочу сказать, что у нас такая вот компания, она сильно в этом смысле отличается от предыдущих шесть лет назад. Пока цифры хорошие для, по крайней мере, опять-таки, Путину все равно, а Кириенко должен быть доволен. Все идет по плану. Ну, кроме того, это же только сейчас такие цифры. А потом-то у нас еще есть, как это называлось, регионы с электоральной турбулентностью, или я уже забыл, но там, где административная явка. И хотя нам, опять-таки, Кириенко говорит, что никакой административной явки не будет, все должно быть чисто и красиво, опять-таки, как та же самая реновированная Москва. И агитационные плакаты к выборам президента должны появиться по всей стране в один день. Ну, идите голосовать, да. Идите голосовать как бы за свое прекрасное будущее. Насколько это вообще может людей убедить, ну вот я не знаю, да, это очень... Потому что, на самом деле, это такая... Это больше всего мне напоминает... Ну, вот у нас такая... Знаете, у нас есть... Это в рекламе пиво такое бывает. Вот там пьют какое-нибудь пиво. И там обычно изображают Россию начала века, какой-нибудь там 13-й год, какой-то такой вот пароход плывет, типа теплоход, и такая вот красивая Россия. Все в такие гимназийские румяные, да, все в песочных костюмах. Все в песочных костюмах, вот она. Это наша замечательная Россия. Это вот в рекламе пива, это отлично все умеют у нас показывать по телевизору, но это открытка. Нам сейчас эта открытка предлагается как, на самом деле, повестка, политическая повестка России на вот ближайшую перспективу одного поколения, например. Вот мы пойдем туда, все будет хорошо, можно идти работать в Ростех, можно идти работать в Сбербанк, везде прекрасно. А можно в ФСБ, да, совершенно верно. Вот такую вот гламурно чистую открытку вот этой какой-то красивой, чистой, успешной России нам предлагают как предвыборную программу Путина в 2018 году. Ну, вот, судя по, работать на самом деле будет не открытка, работать на самом деле будет безальтернативность. Работать будет то, что после Крыма у Путина как было 85%, так и есть, и они уже никуда не деваются. И есть такое подозрение, что даже уже и не денутся никуда, потому что это какие-то уже другие цифры, которые означают не то, чтобы мы привыкли, что социология привыкла под этими цифрами понимать когда-то. И это безальтернативность, это означает, что у нас будущее, мы не знаем какое, но оно точно связано вот с этим человеком, деваться нам от него уже некуда. Поэтому, ну, что делать, и пошли туда. Стерпятся, слюбятся. Да, куда скажут, туда и пойдем. Говорил мудрый русский народ. Ну, может быть, да, такой взгляд тоже возможен. Скажите, а вот все-таки вы говорили про врагов, что у нас вроде как их как бы нет, но тем не менее у нас же есть враги. Ну, Запад, конечно, есть, да. Запад, он же все равно у нас не любит. Да, но острая фаза. Объясните, пожалуйста, а может мы их опять всех к ногтю прижали, несмотря на то, что они там шалят с допингом, олимпиадами и всем прочим, но тем не менее говорят, что Соединенные Штаты готовы возобновить выдачу виз в своих генконсульствах на территории России в Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке с 11 декабря. Правда, в ограниченном объеме, но вот тем не менее. Вроде вот пугали, пугали, сейчас вот не будут давать. Нет, они не пугали, они просто там же после зеркального ответа российской стороны, они должны были уволить кучу народу, я уже забыл конкретные цифры. Ну вот теперь Джон Хансман, который начал, наконец, свою публичную активность в России как посол, он дал интервью ведомостям, он, я так понимаю, пошел в газету Коммерсант, будет говорить дальше, он говорит, вот мы открываем. То есть он пытается какую-то минимальную конструктивную повестку предлагать. Ну что ж, это понятно. А что касается того, что мы всем дали по зубам, то, если я правильно понимаю, у нас на конец декабря намечено большое расширенное какое-то заседание с Министерством обороны, где торжественно Путин будет вручать медали за Сирию, и где будет показано, как Россия заставила себя в мире уважать. Вот хотели нас на Ближнем Востоке прижать, но вот нет, не вышло. — На самом деле, какой самый главный для вас результат вот этого срока Путина? Вот что, не он себе в актив, а вы бы ему в актив записали? — Это какой-то вопрос, на который я даже немножко растерян. — Главный результат этого срока Путина заключается в том, что у нас окончательно поменялась страна, режим, вот какой он был в 2012 году, когда Путин пришел. И когда мы еще разговаривали, помните, там выборы вернул Медведев, я вот его тоже спрашивал про эти выборы губернаторов. — Когда у нас было представление, что можно что-то поменять, в Болотной площади было такое представление, что можно что-то поменять. Не обязательно для этого Кремль захватывать, а просто можно показать, что вот вы есть, и это увидят, и политика изменится. Ну, вот через шесть лет понятно, что это были очень большие иллюзии, что этого, конечно, уже не произойдет, по крайней мере, при Путине. — А, кстати... — Это абсолютно исключено. Вот вам, если угодно, главный результат. — Кстати, вот мы все время к Медведеву возвращались. Как у вас ощущения? А он вообще на что-нибудь рассчитывает? — Безусловно. — У него еще есть какие-то амбиции на перспективу? — Вне всяких сомнений. Я думаю, что он, может быть, не в практическом плане, но в голове у него, безусловно, есть перспектива собственного президентства Второго. — Прекрасное. Прекрасное светлое будущее. Либо это, либо то, как мы привыкли. Это особое мнение Михаила Фишмана. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго. — Субтитры сделал DimaTorzok